Сегодня, иншаллах, мы с вами будем говорить о базисе нашего бытия. Потому что если будет базис сильным, значит, бытие здания тоже будет сильным. Если основа, фундамент здания будет слабым, здание в принципе не может быть крепким. И тему, которую я сегодня выбрал, первое – это большая стратегическая проблема, которая существует в целом мировом мусульманском сообществе. При огромном количестве, более чем миллиарда 300 миллионов мусульман, к великому сожалению, мы, живущие в 21 веке, имеющие последние откровения Аллаху Субханаху Ва Тааля, имеющие в наличии все методики для того, чтобы достойно обустраивать свою земную жизнь, здание этой жизни, к сожалению, мы видим слабость нашей позиции. Если говорить о конкретно о нас, живущих здесь, на Саратовской земле в том числе, то мы тоже видим, что здание у нас достаточно слабое. Я имею в виду здание ислама, потому что под базисом я имею в виду основу, иман, вероубеждение человека. Что же есть для нас здание ислама? Ее, в принципе, каждый из нас может представить на своем личном примере. Как любое здание, это дом. Дом, который спасает человека от холода зимой, от воров посредством дверей и окон, летом от зноя, жары. Дом, в котором соединяются два противоположных пола, муж и жена. Которые должны быть крепкими, здоровыми, имеющими цель продолжения рода. Когда появляются дети, этим детям нужно уделять внимание и самому тоже. Чтобы дети были сильными, чтобы дети были достойными, чтобы когда вырастут или когда мы зарабатываем себе на хлеб, мы ее зарабатывали с пользой для себя, как физически, так и духовно, морально. В чем же здесь здание ислама? Здание ислама в том, что когда, как мы заключаем брак, когда мы соединяем судьбы свои. Здание ислама заключается в сохранении своего здоровья. Чем мы питаемся? Питаемся тем, что губит наш физический, духовный мир, или мы питаемся той чистой, дозволенной создателем пищи, которая способствует сохранению своего физического здоровья. Как мы воспитываем своих детей? Мы отдаем их на откуп улице, телевидению, интернету, школе, или мы занимаемся воспитанием на основе тех убеждений, которые для себя провозглашаем. Если мы провозглашаем принципы того, что мы стали на путь быть покорными своему создателю и ищущими свое счастье не только здесь, на земле, но ищущими свое счастье в вечном мире, когда мы предстанем перед своим создателем, значит, мы должны от общепринятых норм для себя следовать тому, что мы для себя выбрали. Когда мы зарабатываем правильно или неправильно. Когда мы обманываем или не обманываем, потому что если обманываем, в итоге это все равно плохо для нас, для нашего здоровья, для нашего потомства, это создает проблемы между нами, это укрепляет, это уменьшает нашу жизнь, это истощает нашу нервную систему, потому что в основе этого есть грех. Это самоуничтожение человека. Это я специально взял только лишь одну ячейку семьи. Семью. Понятное дело, под зданием ислама мы имеем в виду сообщество людей. Потому что, когда говорим о сообществе, понятно, что для того, чтобы жениться, нужны определенные условия, определенные традиции на основе ислама. Для того, чтобы воспитывать детей, если мы одни воспитываем, это одно, а для того, чтобы воспитывать в сообществе себе подобных, понятное дело, что каждый 100% это не может. Поэтому создаются инфраструктуры для того, чтобы детей воспитывать. Для того, чтобы их обучать, нужно создавать школы. Для того, чтобы поддерживать свой внутренний мир, убеждения, свою духовную составляющую, себе подобные должны собираться, объединяться, разговаривать и так далее. Вот это здание, если мы посмотрим, у нас реально пока, к сожалению, нет. Нет, потому что в целом у нас базы слабы. Потому что понимание имана у нас очень, мне кажется, очень ограниченной. Вот побудительным моментом сегодняшнему выступлению послужило то, что я смотрю диспуты, которые есть в социальных сетях. Вот недавно у нас Рашид Хазрат выступил очень хорошей темой. Как сохранить себя от бедности? Я увидел такие комментарии людей, которые себя считают мусульманами, которые фактически, по их словам, фактически эти люди никак не могут быть мусульманами. Потому что их суждения, они суждения противоестественны тому, что ислам провозглашает. Потому что в основе всего все-таки лежит духовный мир, братья. Мы никогда не достигнем материального блага, если у нас не будет правильного сознания, правильного намерения. Даже если кто-то считает, что он достиг материальных благ, это не говорит о том, что он их достиг даже в этой жизни, потому что жизнь, практика показывает, что последующие дни это может обернуться даже здесь для него катастрофой. Потому что наше намерение, наш неяд, наша внутренняя энергия, наш внутренний мир нами двигает, нас заставило сюда, именно намерение, именно желание блага для себя оказаться здесь, в этом зале сейчас, потому что это время, когда есть шанс, что Аллах, Суханаху, может нам дать то, что мы желаем для себя. Кто же является носителями этого базиса? Носителями этого базиса называть му'минами, верующими. Действительно, вот как нам стать по-настоящему, по-настоящему максимально доступно для нас в силу своего понимания, интеллекта, знания, стремления, как действительно стать нам верующими, му'минами? Потому что муслимов много, а му'минов мало. Му'минов очень мало. Му'мин – это тот двигатель, от мощности которого зависит, какой состав, в каком количестве он может за собой потянуть. Качество му'мина – это та энергия, тот огонь, который не просто пожирает, это огонь, который максимально вокруг себя сумеет согреть, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говоря о имане, говорил, что «Аль иману бидрун ва ситтуна шу'ба». Иман состоит более чем из 60 ответвлений. Вот если спросить, вот что есть для меня иман, понятное дело, что основа имана для каждого верующего является вера в единственность Аллаху Субханаму Ат-Алле. Когда я, мы провозглашаем «Ашхаду ан-ля иллаха иллалах», мы свидетельствуем, что для нас, для меня не существует никакого Создателя. Что кроме Аллаха Субханаму Ат-Алле, близко с Ним нет ни одного объекта, вместе собраны все человечество, вместе с пророками, со всеми, близко не стоят тому, что Аллах только один, единственный, достоин того, чтобы Ему поклонялись. Потому что Аллах только Сам единственным числе является истинным хозяином всего сущего, а все, что есть, весь род человеческий, все Его творения во Вселенной, это только лишь творения одного единственного Создателя, потому что только Он, Аллах, является источником всей жизни во Вселенной. Ни один человек в этой жизни и в той жизни, ни один человек никому не поможет, если Аллах не поможет. Всевышний в Коране говорит, «Аста-Изу-Биллах, «Кул-Инни ла амлику лакум дарра в вала рашада». Аллах субханаху вата'але говорит пророку Мухаммаду саллиллаху алейху вассалям, «Скажи, Мухаммад, алейхи салату вассалям, я не распоряжаюсь для вас ни злом и не распоряжаюсь для вас ни прямым путем». Самый лучший из рода человечества, человек, которого немыслимый алхамдулиллах после Аллаха лежащим в нашем сердце, он не может распоряжаться ни хорошим, ни плохим, он только лишь увещеватель, он тот, кто нам показал этот путь, кто обучил нас этому. В основе имана лежит именно это. И ничто больше. алхамдулиллах уверовав, что мы дальше делать должны? Как вот это убеждение, вот эту веру, как ее укреплять? Потому что это только лишь слова. Когда мы сталкиваемся с реальными проблемами, как при реальных проблемах, чтобы эти слова остались для нас соментирующим, чтобы мы не соблазнились, чтобы мы не оступились, чтобы мы не малодушничали, пророк саллиллаху алейхи ва саллиллах нам показал этот путь. Вот в этом хадисе он сказал, иман состоит более чем из 60 ответвлений. Смотрите, пророк пророк алейхи сказал, совесть это и есть условие счастья веры. Значит, совесть это одна из составляющих имана человека, над которым мы всегда должны работать. если спросить, а что есть еще иман? Иман это то, что человек удаляет мешающую преграду на пути человека. если мы где-то идем по дороге, едем в машине, если мы видим объект, который препятствует движению человека, и если мы осознанно остановившись эту преграду удалим, это тоже часть имана. Теперь во взаимоотношениях между людьми очень важный аспект. Что есть иман? Пророк саллиллаху алейхи вассалям говоря об имане и носителях имана, он сказал «Аль-муслиму ман-салим аль-муслимуна мин-лисаны и-ва-яды». Мусульманин, му'мин-носитель этого убеждения тот, кто не причиняет другому себе подобному никакого вреда ни своим языком, ни своими руками. мы должны задуматься. Знаете, вот сейчас вот я смотрю в погоне какими-то за высокими идеями, за высокими словами, за очень часто пустословным философствованием того, что происходит, мы забываем порой самый элементарный, без чего в принципе жизни может состояться. Мы сегодня видим, знаете, вот видим, как люди спорят, люди дискутируют. Во-первых, вот смотреть, мне, честно говоря, в Аллахе неловко и не стыдно, потому что от этого стыдно, потому что у меня нету знаний для того, чтобы близко по этим темам дискутировать. По вопросам Калама, по вопросам Фиха, по вопросам Фарза, Уажиба, Сунны, люди дискутируют, простите, эти дискуссии происходили в рассвет ислама, во время багдадских аббасинских халифов, теми людьми, которые по 20-25 лет учившись, они дискутировали, усовершенствовали свои знания. Мы порой в школе очень трудно понимая таблицу умножения, мы лезем порой такие вопросы высшей математики, которые просто со стороны стыдно слушают и неловко становятся за мужчину. Поэтому посмотрите, вот эти величайшие слова пророка Аляхи Салат Мусульманин тот, кто не причиняет вреда мусульманину ни языком, ни руками. Это, между прочим, общепризнанный хадис пророка саллиллаху аляхи ва саллиллаху который, я уверен, мы должны все, все начиная говорящего и здесь присутствующих неприсутствующих мы должны стремиться воплотить в реальную жизнь. Аллахи саллиллаху саллиллаху у которых увеличивается их вера, когда им читают диво аяты. Обратите, пожалуйста, внимание, мы все, особенно те, кто приходит на пятничный намаз и во время чтения Курана разговаривает вместо того, чтобы слушать аяты. Аллах говорит о му'минах, у которых увеличивается их иман, когда им читают диво аяты, которые уповают на своего Господа, делают таваккаль. Чтение Курана, как последнего откровения Аллаху Субханахума Та'аля, является одним из видов поклонения, благодарности Аллаху. Не зря пророк Аллахи Салату Ва Салам сравнил с руинами, с разрушенным домом, сердца, внутренний мир того, у кого ничего нет из Корана. Это я говорю к тому, как нам или как в нас укрепить провозглашение. Безусловно, Куран является одним из центральных, цементирующих наше вероубеждение. Укрепление понимания ла и ла га и ла ла именно то, что мы слышим, потому что наш иман укрепляется по тому, как мы воспринимаем и принимаем для себя информацию, которую слышим, которую считаем, которую видим. И если, инша Аллах, мы будем работать над своими убеждениями, мы почувствуем, что Аллах Субханахума Та'аля, безусловно, нам силу дает, потому что истинная сила только лишь у него одного. И наше стремление в этой жизни, посмотрите, вот самый первый, самый первый хадис, который мы начинаем, начиная с любых сборников, я не знаю, обращали на это внимание или нет, именно идет хадис о намерениях, которым пророк Аллахи Саляту Асалям. Потому что, братья мои, сестры мои, именно наше первичное намерение является тем источником, который нас, инша Аллах, по жизни поведет. Если наше намерение правильный исход при любом исходе, будет правильным и достойным. Если наше намерение будет неправильным, даже при видимой внешней материальном благополучии, наш исход все равно будет неправильным. Мы в этой жизни совершаем поступки, исходя из двух составляющих. Первый. Ну, первый я говорю фактически, как есть. И страха. Для нас это сегодня главный фактор – страх. Страх перед людьми, страх перед обстоятельствами, страх перед устоявшимися традициями, страх перед законом и так далее. То, что, в принципе, определенно – это нормально. Определенно. Хотя мы порой провозглашаем, что вот мы никого не боимся. А как чего-то касается, вот наше вот такое геройство, оно куда-то исчезает. И второй, когда мы следуем, придерживаемся мнения или просьбы, или указания тех, кого мы любим. Арабская поговорка вообще говорит о том, что подчиняется тому, кого любит. И естественный вопрос, то, что многие хадисы, в том числе, вот относительно взаимоотношений между мусульманами, да, отношения братства, вот мы провозглашаем, это центральный момент общественной жизни верующего «Все верующие братья». Но мы же понимаем, что очень часто мы говорим в одно лицо, как человек поворачивается, мы начинаем говорить о нем совершенно другое. «Ла юмину ахадукум хатта куна хабба иллайхи мин валидих ва валадихи ваннаси аджмайин». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Не будет ни у кого имана до тех пор, пока он меня не полюбит больше своих детей, родителей своих и вместе взятых всех людей». Или другой хадис пророка, саллиллаху алейхи ва салям, «Ла юмину ахадукум хатта якуна хаваху ма табан лима житуби». «Ни один из вас не станет верующим муамином до тех пор, пока не возьмет, не последует, не воспримет то, с чем я пришел». Вот эти два хадиса, на мой взгляд, самые сложные. В плане придерживаться. Потому что во втором хадисе, то, с чем пришел, мы берем зачастую в силу воспитания. Есть в силу воспитания разные вещи. Есть, допустим, категории людей, категории сообщества людей, у которых где-то очень сильно внимание уделяется, к примеру, вопросам честности, вопросам справедливости, вопросам чести, вопросам достоинства. В принципе, для таких людей восприятие того, что пророк А.С. принес, придерживаться проблем абсолютно нет, потому что он изначально воспитан на этих исламских традициях. А как быть с тем, что для нас неведомо? Потому что сегодня, по большому счету, для основной массы российских мусульман, в том числе вообще для российского общества, не свойственно традиции воспитания на основе ценностей, потому что сегодня уже есть поколения, которых нету связи с тем, которые соприкоснулись с этими традициями, элементами мусульманского воспитания. Вот как здесь научиться себя перебаривать, ломать себя, перестраивать себя, изменять себя своим привычкам, своим нравам, может быть, своим нравам, которые передавались из поколения в поколение кровью матери в течение ни одного поколения, многих поколений. Это и есть вопрос Эмана. Редактор субтитров А.Семкин